здравствуйте мои хорошие и здравствуйте и те зрители и подписчики на канале youtube и я хочу сегодня рассказать про цветок очень редкий в наших цветниках почему не знаю и это гвоздика шабо я выбрала самая мощная и высокорослая которая была в семенах то она грин один то есть выше чем остальные гвоздики она очень имеет крупный цветок но эта смесь и у нее будут темно-фиолетовые такие кирпично красные желтые ярко-красные цветы мне очень нравится этот цветок и когда-то лет может быть 7 назад этой гвоздики на участке были было много но всегда было но но когда ты посеял дома она чахлая дохлая пока она доживала до высадки и оставалось всего 10 процентов и в этом году я решила что гвоздики здесь быть на участке в вазонах или просто в куртинках но посеяла я ее как вы понимаете правильно в первой декаде апреля было очень холодно был снег был дождь был мороз но знаете гвоздики это не помешало она выросла просто прекрасная сейчас у нее уже как я вижу раз два три 4 5 6 7 8 настоящих листьев она коротенькая и толстенькая значит к высадке готова и опять еще раз повторюсь не пытайтесь высадить подобные растения цветочные культуры потому что вам надо все выпихнуть с окон из дома и чтобы вам уже ничего не мешало окна помыты и вы свободны нет мои хорошие если у вас есть балкон или лучше постарайтесь отправить их в прохладу туда если вы можете вывести в садовый домик и поставить в домике а вот теплица не всегда спасает от мороза минус 5 даже потому что карбонат столько не держит на самом деле хотя конечно если это средняя грядка тогда может быть и мороз не будет страшен но гвоздика посеяна рядом с карбонатом и до холода она получает достаточно надеюсь что вот обещая обещанные морозы ее не тронут и она все-таки сохранится просто я хотела вам рассказать что такой цветок существует и мы всегда на празднике идем на на 1 мая на 9 мая идем именно с этими цветами и на новогоднем столе у нас растут именно в господи растут у меня все везде растет стоят в вазе именно гвоздики именно они сочетаются с еловыми ветками с елками и игрушками но у этого цветка есть одна хорошая особенность и вот однажды произошел такой интересный случай я выкопала гвоздику а она расцвелась к сентябрю просто ну пышными вот такими шапками я ее посадила в контейнеры и привезла домой и дома это гвоздика ну да немножко подтянулась но цвела она до нового года не переставая и в каждом контейнере был отдельно цвет посажен вы знаете это было не просто красиво я даже сама не понимала что это возможно но вот это на самом деле и возможно увидев красоту у себя на участке а гвоздика отцветает очень медленно но ее надо кормить ее надо поить как все остальные цветы не жалея своих сил и естественно каких-то удобрений и органика и нужна но и минеральное удобрение тоже нужны вы ее есть не будете поэтому смело поливайте но все в разумных конечно пределах и она вас будет радовать и здесь почти бесконечным цветением и естественно дома можно отщипывать старые отсветшие бутоны и это спровоцирует ее на образование новых побегов и опять с бутонами чтобы она была крупненькой ну естественно кормежка обязательно вот и все вот радостный цветок просто замечательный